здравствуйте 10 ноября 2016 года канал арт подготовка программа периферийное зрение меня зовут сергей окунев всех рад приветствовать четверг по традиции ну и давайте начнем тогда с новостей с новостей не в глобальном смысле про новости мы всегда говорим с новостей нашего в общем-то канала скажем так у нас сегодня будет необычный день причем именно день как я говорил у нас по четвергам будут на те или иные гости в моей передаче с которым можно будет пообщаться на какие-то интересные темы вот сегодня у нас будет гость но он будет не в моей передаче связано это с тем что гость у нас из америки из сша из питтсбурга евгений его зовут мы сегодня с ним выйдем в эфир в 20 00 до сегодня у нас будет целых три эфира это периферийное зрение это плохие новости в 21 00 и в общем то в этот вот эфир который у нас пока не получил он под таким подкодовым названием взгляд из-за бугра да в общем то кстати такой давайте не знаю как назвать это акцию флешмобом назовем у нас очень много креативных соратников назовите пожалуйста название назовите название при предложите название для эфира сша будем говорить о трампе будем говорить о выборах в сша и в общем то с человеком который непосредственно в этом участвовал я думаю будет очень интересно я уверен что будет очень интересно поэтому сегодня сейчас периферийное зрение в 20 00 в этот тот эфир сша и в 21 вячеслав мальцев вот такой необычный у нас сегодня день а как же жуковский я не знаю через жуковским мне вам если честно нечего сказать мы договаривались на вчера и все и жуковский пропал со связи игнать его будет на револьвере тоже сегодня кстати не знаю во сколько дима что-то говорил но по времени не знаю во сколько поэтому да кому интересно можно с игнать его по послушайте гнатью так но начнем давайте такой я вам анонс сделаю сегодня в 21 00 мы скажем про наш про наш очередной сбывшиеся предсказания но пока из вас практически никто не знает о чем идет речь если вы живете не в саратове а вот нас наш тратник из татарстана раиль прислал нам очень интересное видео и хвала богам хвала нет серьезно без шуток я хочу большое спасибо сказать всем тем кто что-то снимает снимает профессионально качественно выкладывает на youtube или на другие носители и делает неограниченную лицензию то есть я могу вам показывать эти видео и вот сейчас я вам покажу очень хорошее видео которое вас очень порадует я даже не буду никак комментировать вам станет я думаю вам будет интересно его посмотреть там очень все подробно объясняется и до конца я вам покажу его специально чтобы и в общем проект который это видео заснял тоже прорекламировать поэтому если кому-то не лень потом перейдите на сайт посмотрите у них достаточно интересный контент таким вот образом я бесплатно совершенно делаю рекламу потому что они действительно сделали хорошее видео поехали у нас вы должны ходить заниматься если ее приучили мы хотим вручить вам письмо в итальянском языке вы понимаете мы должны перебернуть помещение 268 мы не сможем наши письма все артисты вы можете так принять письмо мы просто хотим вам вручить письмо письмо в в в в в в в в в Мы пишем письма во всей инстанции, нас не слышат, мы дочки нежилых помещений. Мы хотим посмотреть вам на итальянском языке. Возможно, так вы поймете нас. Мы не хотим с масками, а вы так не понимаете без маски. Вон отсюда! Вон! Вон! Субтитры подогнал «Симон» А вот сейчас должно быть слышно. Такое вот интересное видео, я думаю, вы его оценили. Подобные акции протеста, скажем так, они уже не в первый раз происходят. И во многих городах разный креатив, скажем так, люди включают. Но на самом деле, казалось бы, шутки шутками, все посмеются. Но людей доводится, конечно, до ручки, так скажем. То есть уже сложно противостоять, особенно когда речь идет о жилье. То есть я думаю, что в скором времени мы услышим много протестов более серьезных. Уже не в масках Чаполина, или, по крайней мере, в масках Чаполина, но не с требованием принять письмо. Мы это еще увидим. Вопросы нам сегодня задают. Давайте на пару вопросов вначале ответим. Давайте, во-первых, по регламенту объясню. Сегодня не очень большой будет эфир, потому что нам нужно будет подготовить скайп с США. Поэтому, в общем-то, если закончу чуть раньше, то не обижайтесь. Но в конце тоже поотвечаю на ваши вопросы из чата. А вот пока вопрос, который оставили под прошлой трансляцией в комментариях. Вот тут я не буду зачитывать, потому что очень неграмотно это все написано. Но я предполагаю, что, может быть, человек не очень хорошо знает русский язык. В смысле, нет, я не подкалываю. Не суть. В общем, вопрос заключается в чем? Вопрос заключается в том, что делать с немцами по Волжье и, в общем-то, с другими народами, которые жили когда-то в России, в Российской империи, в Советском Союзе когда-то. И потом, вследствие каких-то событий, были вынуждены покинуть нашу страну. Ну вот давайте я все-таки верну и зачитаю все-таки русским языком. Взять их обратно и отдать им то, что принадлежало 300 лет назад или как? Переформулировал немножко вопрос. Но, во-первых, я не очень понимаю, как можно отдать кому-то что-то, что принадлежало 300 лет назад. То есть вернуть там церковь или мельницы, которые у нас, например, в Саратове стоят под Саратовом, которыми владели и устанавливали немцы по Волжье, но вопрос тому, кому они нужны, вопрос в том состоянии, в котором они есть сейчас. То есть это, в общем-то, руины. Вернуть немцам по Волжье руины, наверное, не очень правильно. Вообще все граждане, которые находятся сейчас по тем или иным причинам, граждане России, русские люди и народы, которые проживают, в общем-то, исконно на территории России, в том числе немцы по Волжье, при своем желании они, конечно, должны получать максимальную поддержку со стороны властей России, в общем-то, будущих властей России, скажем так, в вопросе переселения, возвращения обратно в страну, в которой они хотят, в стране, в которой они хотят жить. Да, и мы знаем очень неприятный пример. Неприятный пример заключается в ситуации, которая обстояла с гражданскими там 2-3-4 года назад, особенно 3-4 года назад, когда любой таджик, там, я не знаю, с 30 долларами в кармане мог получить российское гражданство, российский паспорт, и, в общем-то, был таким же гражданином, становился таким же гражданином, потом рожал еще там 10 детей, и они тоже становились такими же гражданинами. А вот наши соотечественники, которые находятся за рубежом, по тем или иным причинам, не могут вернуться, потому что огромная, в общем-то, бюрократическая волокита, бюрократический механизм. Поэтому, наверное, как-то должно именно в корне наоборот проходить. То есть если вы исконно проживаете на территории России, проживали, да, то есть если вы русский человек или, в общем, представитель народов, которые проживали, то вам должны быть какие-то, скажем так, поблажки, да, то есть движение должно вам на встречу идти, безусловно. А вот если вы представитель народов, которые, в общем-то, так или иначе пользуются нашей территорией, скажем так, да, толерантно, скажем, то, наверное, вы должны доказать, что вы сюда приезжаете работать, работать честно, зарабатывать деньги какие-то, платить налоги и, в общем-то, соблюдать законы Российской Федерации, соблюдать обычаи Российской Федерации и так далее. Иначе мы получим то, что мы получили уже в Москве, да, по неофициальным данным. Сколько в Москве сейчас всевозможных иногородцев, не иногородцев, а как раз-таки иностранцев, да, вот правильное слово, иностранцев? Порядка 4 миллионов, да, или сколько? Нет, не 4 миллионов. Напишите, кто помнит, ну, там какая-то жуткая совершенно сумма, в общем-то, которая сопоставима, ну, меньше 4, ладно, я что-то загнул, меньше 4 миллионов. Сумма сопоставимая, в общем-то, с несколькими крупными городами России. Так, и второй вопрос. Серега, зачем тебе передача в онлайн-играх? У тебя больше шансов поднять бабла. Эти же новости вещает Мальцев, да и за все время было столько желающих, и ни один больше двух месяцев не продержался. Человек, кстати, подписан на наш канал, поэтому он не похож на такого рядового тролля. Давайте постепенно. Зачем тебе эта передача? Она нужна не мне, она нужна в том числе нашим зрителям, в том виде, в котором мы ее планируем развивать. Я думаю, что в скором времени она получит определенную популярность, и в том числе это будет ваш рупор, ваша возможность донести свою информацию до большой аудитории, которая у нас имеется. Поэтому она нужна в первую очередь не мне. В онлайн-играх у тебя больше шансов поднять бабла, мне совершенно не нужно бабло, и здесь я не поднимаю никакого бабла. В онлайн-игры не играю. Эти же новости вещает Мальцев, Мальцев вещает другие новости, если вы внимательно смотрите. Да и за все время было столько желающих, и ни один не продержался больше двух месяцев. За все время у нас был Эдик, который продержался несколько лет, был Дмитрий Игнатьев и Эльнур Байрамов, которые с нами работают до сих пор, то есть тоже уже несколько лет, но они, может быть, вели передачу не так долго, но не по причине, что они там куда-то не продержались, как вы говорите, они просто занимаются другими не менее важными задачами. Был Валера, который несколько месяцев работал, тоже как бы больше двух месяцев, ну и столько желающих, в том числе меня, я так понимаю, имеют в виду, я с марта, по-моему, если я не ошибаюсь, да, с артподготовкой работаю, поэтому тоже уже, как видите, больше двух месяцев ответил, в общем-то, максимально подробно на ваш безумно интересный и креативный вопрос. А если вы не считаете, дорогие друзья, этот вопрос безумно интересным и креативным, то присылайте нам другие вопросы, более интересные, более креативные, как в чате, так и, если вы смотрите в записи, оставляйте их в комментариях. Так, ну и давайте я вам покажу тогда второе видео, вот нам попросили, очень попросили показать эту видеозапись, видеозапись из города Балакова, Саратовской области, присылали нам ее на электронную почту, присылайте нам свои видеозаписи, ролики, и мы их обязательно покажем. Последние видеозаписи, переходим к новостям после дня. Сейчас я попытаюсь объяснить, что тут у нас происходит. В городе Балакова, Саратовской области, по адресу вокзальная 7А, решили произвести ремонт по программе капитального ремонта. Вот это та программа, когда платишь всего дня, а через 20 лет получаешь ремонт. Сейчас у нас месяц ноябрь, ну, это неважно. В общем, приступили к ремонту, выпал первый снег с дождем и затопил жителей этого дома. Ну, затопил, кстати, очень даже прилично. И вот сейчас мы пойдем посмотрим, что там происходит в квартирах, ну и вообще в доме. У тебя там закрыто все. Снег бы скинул поменьше. Йо, прям капает на меня. Ну, капает, это вон капает, вон, видите, капает, вон. Сейчас меньше встало, а не, видать, там что-то сделаешь. Ага. Так, а у вас тут что происходит? Ну, у меня тут, у меня тоже здесь. Стопило страшно, это все живое, все было полно. Мы уже убрали все. Все, мы утраем убирали. В спальне вообще был потоп, я в галоши ходила, галоши вон. Ну, до сих пор капает, я смотрю. Да, это разве капает? Тут лило, послело. Слело, как на улице. У нас не работает свет, замыкает, вырубила. Вот тут все текло, ковер убирали, все. Тут была вообще спальня залита вся. Я в галоши ходила, это мы все убрали. Ужас. Ну, протопило до третьего, до третьего этажа. До третьего этажа протопило. Вот это да. Что, прям, прям ручьем, да? Ручьем, как дождик шел. Ручьем, как дождик шел, не знаю, куда ставить, куда ловить. И сейчас капает еще. Ну, да. Так это же, если еще дождь пойдет. Он сказал, может, заделаем, а там кто знает. Да как там не заделают? Вы же, это, убирайте, чтобы дальше не топило, представляешь, Галь? Все ночь убирали. Я всю ночь убирала, до пяти часов, я уже потом... То есть, они вам предлагают воду убирать, чтобы дальше не топило, да? Да, да, да. Они как заделают крышу, и потом что-то... У меня, тут у меня вот это все, вот, я ушла, когда в управленную компанию, вот это все, у меня на этом, у сына сняты на этом, может, уже выставил в интернет, не знаю. В общем, вот телевизор замолк сразу, когда вот... Замкнул, да? Да, вот это отсюда потекло сначала. Потом вот весь угол, вот это вот выкидывать уже, он там все перемочен, постель вся, диван весь мокрый, палац весь мокрый, а палац мне, я-то не могу не поднять ничего, и не сдвинуть, в туалете все залиты. Вот, вот эта вся стенка вот мокрая вся была вчера, вот тут всю ночь текло, вот это вот. Я всю ночь все не ходила со свечкой, вот палац стоит еще, вот этот тут тоже мокрый, вот и отжимаю. Ну, в общем, тут вот сейчас перевернули, ну, его надо вдвоем вытаскивать, я одна не смогу, сын меня завернул, пока сейчас, вот, а вон он капает, слушайте. Ну, да. И уже тут все, кругом, я всю ночь ходила, сливала. Так, а до какого этажа, это мы сейчас на каком, на третьем? На четвертом. На третьем, говорят, у меня нет. На третьем нет у нее. Не протекло еще. А вот там, говорят, есть. Вот на четвертом тоже вот здесь вот протопили. Да, кстати, я давно у вас тут не был, тут дурдом какой-то, лужи, грязище. Ну, в общем-то, вы сами все видели, попросили меня прокомментировать это видео, прокомментирую коротко. В общем-то, как я уже неоднократно говорил, работал раньше в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Объясняю, что происходит. То есть, существует подрядчик, да? Существует фонд капитального ремонта, скорее всего, если это не внутренний котел, а, скорее всего, это не внутренний котел. Короче, это много слов, можно по этому поводу сказать. Существует фонд капремонта, который заказывает у подрядчика ремонт объекта. То есть, фонд капремонта несет ответственность за подрядчика. Если подрядчик что-то неправильно выполняет, не доделал работу, плохо сделал работу и так далее, то фонд капремонта обязан, в общем-то, с подрядчиком работать, взыскать с него какие-то деньги или же по согласному договору требовать переделать работу, продолжить работу, изменить какую-то работу, если что-то было сделано некачественно. В данном случае мы, конечно, видим непосредственно такую ситуацию, поэтому жители этого дома, я вам советую в первую очередь обратиться в прокуратуру с требованием провести проверку работы данного подрядчика, вернее работы фонда капремонта, потому что именно он руководствуется вашими средствами. Если фонд капремонта скажет, а это не я, как они, скорее всего, и скажут, то тогда уже пускай они работают с подрядчиком. Я думаю, на самом деле, что именно этой ситуации ее достаточно просто решить, если грамотно, поэтапно поступить. Вот я бы с удовольствием сказал, что я вам помогу, тогда вот разорву рубашку и скажу, я вам помогу, а там костюм Супермена. У меня, кстати, есть футболка с Суперменом, но, к сожалению, нет, я вам не помогу. В Балаково у нас есть соратники, давайте как-то попробуем, я не могу вам пообещать, что вот я приеду и вам помогу. Хотя я, кстати, с удовольствием это сделал, и я знаю, что нужно делать, потому что в этой сфере работал. Поэтому я думаю, что это достаточно долго займет времени, я думаю, что, может быть, даже несколько недель, к сожалению, но других вариантов нет. Поэтому, что сказать, держитесь, что я вам могу сказать. Конечно, ирония, простите, но тем не менее. Футболка не в свастиках, найдите мне хоть одну свастику, здесь нету, нету. Да, и вот спрашивают, плачу ли я за капремонт, я не плачу, конечно, за капремонт, причем я совершенно понимаю, что я должен платить за капремонт. Я неоднократно уже говорил, ну, по-моему, в своей передаче однократно, единственный раз, не суть, я говорил о том, что, к сожалению, сейчас нету официальных, в общем-то, каких-либо лазеек, чтобы не платить за капремонт. Есть большое количество интернет-вбросов со ссылками на какие-то, в общем-то, сообщения о том, что есть закон, принятый, согласно которому можно не платить за капремонт. Такого закона нет, можете не волноваться. Я не плачу, не плачу, конечно же, принципиально, и вот, знаете, романтическая история. Я думал, что, ну, я, наверное, не плачу, у меня дом небольшой, многоквартирный, небольшой. Я надеялся, ну, вот я не плачу, может быть, у меня и капремонта не будет, и вот не будут мою крышу вот так насиловать, как изнасиловали здесь, она хотя бы сейчас не течет. И какой же был мой ужас, когда я понял, что я не заплатил ни единого рубля, и мой дом попал во вторую очередь капремонта. То есть, в первую очередь брал в прошлом году, а мой дом попал во вторую очередь, то есть в этом году у меня должен быть капремонт. Вот я уехал, я не знаю, что происходит с моим домом, я искренне надеюсь, что они не будут его трогать, потому что все-таки я как бы два месяца осталось продержаться, они просрочат этот капремонт, я, естественно, не буду подавать на них в суд, потому что, слава богу, не трогайте, если меня смотрят из фонда капремонта, я знаю, что меня смотрят из министерства ЖКХ Саратской области, большой привет, министерство ЖКХ, там есть мои фанаты такие, да, скажем так, отдельные, привет большой Александру, фанаты в кавычках, он меня терпеть не может. Имеет на то основание. Если кто-то нас смотрит из фонда капремонта, не делайте, пожалуйста, в моем доме капитальный ремонт. Да, ну давайте к новостям, тогда перейдем, на чат я поотвечаю обязательно в конце. Вот уголовное дело о колоссальной краже со складов временного хранения возбуждено в Петербурге. Очень интересная новость, поясню, что существует склад временного хранения, куда, в общем-то, конфискуют тот или иной товар, незаконный, изъятый и так далее. Вот с такого склада, в общем-то, выяснилось, что украли несколько сотен тонн спирта, автомобильные масла, два игровых автомата и что-то еще здесь было. Ну и какие-то там мелочи еще, но вот мне больше всего интересует несколько сотен тонн спирта. То есть, я так понимаю, что ответственный, который мне очень больше всего нравится, история ответственной, который должен был, в общем-то, за сохранность вещей отвечать, он исчез, пропал без вести, как сообщается. Будем следить за развитием событий, найдут ли его с циррозом печени или признают его банкротом, потому что он все проиграл в два игровых автомата, которые похитил. Не знаю. Узнаем, я думаю, в скором времени. Да, и вот история, которая совсем не требует какой-то ухмылки и смеха. Воспитательницу детского сада осудили за распространение порнографии, причем порнографии детской. И вот никогда в жизни не догадаетесь, с чем это связано. Жительница Екатеринбурга, мать двоих детей, сделала репост видеозаписи в социальных сетях. На видео, значит, вожатая детского лагеря издевается над ребенком. И таким образом, в общем-то, она, Евгения ее зовут, Евгения Чудновец. Вот Евгения сделал таким образом репост, чтобы привлечь внимание к этой ситуации. Я так понимаю, что это видео очень активно распространяли и давали общественный резонанс. Так же, как мы с вами даем общественный резонанс тем или иным новостям. Однако, в общем-то, районный суд присудил полгода за репост этой страницы, полгода колонии-поселения. В общем-то, жуткая история, потому что там якобы детские половые органы где-то видны. И, в общем-то, признали виновной Евгению в распространении детской порнографии. Это, конечно, совершенно жесть. Здесь есть интервью Евгения, и я советую, в общем-то, многим почитать. Сейчас, я так понимаю, что вынесение приговора уже было, будет апелляция. Честно говоря, не знаю. Вот в таких случаях очень хочется помочь как-то. Опять-таки, порвать на себе рубашку. Ну, без шуток, это жуткая история. Давайте как-то попробуем. Я, честно, даже не знаю. Апелляция нужна. Я думаю, что даже если юристов сейчас подключать, то это уже достаточно поздно. Но это, конечно, вот уже выше всех, да. То есть, выше всех похвал. Вот эта работа органов правопорядка, да, вот этих спецслужб. Вот нас критикуют, нашу программу выложили. Кстати, смотрите нашу программу, вносите изменения. Мы выложили нашу программу, и многие вот критиковали, что без спецслужб невозможно. Как же так? Вы видели хоть одну страну, в которой нет спецслужб. Но вот чем занимаются спецслужбы в России? Чем занимаются ФСБ? Чем занимаются всевозможные ЦП? Вот ловли таких воспитательниц, да, которые, в общем-то, репостит там видеозапись с избиениями ребенка, и ее сажают за детскую порнографию. Еле сажают нашего пенсионера Юрия Кутузова, да, человеку 76 лет, его лишили пенсии, его лишили всех средств, и присудили ему два года условно, да. За что? За то, что он сказал, что учебники русского языка пишут люди еврейской национальности. Сказал об этом на Саратовском митинге. Причем постановление о проведении проверки, вы вдумайтесь, постановление о проведении проверки речи на митинге было сделано, составлено за один день до митинга. То есть митинг еще не начался, а постановление о том, что там будет экстремистская речь, уже было. И я был на этом митинге, и я мог быть вместо Юрия Андреевича Кутузова на его месте, да, и мог получить не условный срок, а вполне реальный. Поэтому, когда там кто-то говорит, что вот вы там занимаетесь политикой, вы там какие-то фашисты, и жалуетесь на то, что вас там кто-то прессует. Вот эта женщина, она Евгения, она фашист, она не фашист, она вообще к политике никакого отношения не имеет. Юрий Андреевич не имел никакого отношения к политике. Он имел отношения к русскому языку, потому что он филолог. И он вышел и сказал... Правду сказал. Подпишет, сказал правду, правду сказал. Сложно что-то комментировать вот в таких случаях. Суд посадил гендиректора телекомпании Барс Кусто под домашний арест. Но вот многие спрашивали об этой ситуации. Я так понимаю, что это уже достаточно давняя новость, аж в августе она произошла. Я вот, к сожалению, не нашел никакого продолжения. То есть 12 августа судебное заседание прошло, причем в закрытом режиме. И вот сейчас уже ноябрь. Я прошу наших сторонников, наших соратников, кто знает судьбу телеканала Барс и Сергея Кустова, пожалуйста, напишите нам на электронную почту art.zrение.sobako.gmail.com Почта есть в комментариях. Висим? Плохо? Напишите, пожалуйста, висим ли мы. Надеюсь, что нет. Эфир местами подвисает. Насколько сильно? Ну, давайте, ладно, будем надеяться, что не сильно. Станцию Технологический институт питерского метрополитена закрыли из-за подозрительного предмета. И вот тут я вообще ничего не понял. Ну, понятно, подозрительный предмет в 11 часов, в общем-то, я не понял только одного. Выход из станции для пассажиров был перекрыт. Выход. То есть пассажиры могли войти на станцию, пассажиры могли выйти на станции из поезда, но выйти со станции они не могли. А в чем логика? То есть если бы этот подозрительный предмет был бы действительно каким-то взрывным устройством, бесхозный предмет, да, допустим, был бы взрывным устройством, произошел бы взрыв, и что? То есть все люди, которые остаются внизу, да, то есть в павильоне нашли предмет, павильон обрушился, например, не дай бог, люди, которые остались внизу, с ними что делать? Я не очень, вот это, может быть, я что-то не понимаю, вы мне объясните, я не из спецслужб, да, я не ловлю пенсионеров и воспитателей детского сада за картинки. И вот здесь еще сообщили, что поезд в сторону станции Парнас в этот же момент на половину пути встал. То есть, опять-таки, если бы, не дай бог, что-то произошло в павильоне наверху, все люди, которые внизу, они не могут не уехать на поезде на другую станцию, не выйти со станции. То есть их загнали, в общем-то, в тупик такой. Вот я вообще не понял, какую-то логику, я понимаю, эвакуация станции. Все, всех людей оттуда вывели, поезда встали на соседних станциях. Какой-то предмет подозрительный, ну, допустим, вопросов нет. Но здесь людей запускают на станцию, но не выпускают. Странно. Логика в том, что в Саратове нет метро, и ты тупо не понимаешь. В Саратове нет метро, я вот сейчас нахожусь в Москве, здесь есть метро. Я был в Питере, там было метро, я был во многих городах, не только российских, где было метро. Объясни мне, ладно, я из Саратова, я не понимаю, я из деревни, да. Да, вот ты мне провинциалу, провинциалу объясни. Здорово, Серега, привет. Два школьника провалились в яму с кипятком в Москве, тоже жидковатая история. Но жидковатая и в то же время, в общем-то, неудивительная. Мы видим, что никто не занимается ни люками, ни ямами. Вот по Саратову, по Саратову, по моему любимому Саратову, да, я могу судить. Здесь я буду, более экспертное мнение у меня будет, чем у москвичей. Огромное количество всевозможных ям. Вот, знаете, я работал, я уже сколько раз говорю, что работал в сфере ЖКХ, и вот где у нас был офис, там напротив, когда я туда устраивался, там напротив уже была раскопанная яма дорожниками. Вот я там проработал больше года, существенно больше, почти, ну, ближе к двум годам. То есть, почти два года я там работал, и эту яму так и не закопали. То есть, я пришел, она там уже была, я не знаю, сколько лет. И, в общем-то, когда я увольнялся там спустя два года, это яма все еще была. Ее никто не оградил, ничего с ней, в общем-то, никак ее не пытались засыпать или что-то сделать. Поэтому, и на дне, в принципе, кстати, была горячая вода долгое время, поэтому такие вот случаи, они неудивительные, жуткие, но неудивительные. Новость, которую нам многие прислали, большое вам спасибо. В Чебоксарах обрушился дом. В очередной раз, обратите внимание, что понедельничный эфир. Мы начали с того, что в Иваново был взрыв газа, обрушение дома. Вчера мы говорили о том, что в, забыл в каком городе, обрушился завод, да, крыша завода. Мы об этом подробно говорили, как говорят, из-за снега, потрясающе. И сегодня вот обрушение дома в Чебоксарах. То есть, рушатся дома в каком-то немыслимом количестве. Я вам покажу сейчас фотографии этого рухнувшего дома. Выглядит он вот так. Ты что, работай? Вот так он выглядит. По, в общем-то, счастливой случайности, скажем так. Никто не пострадал в этот момент, не находился в доме. Я так понимаю, что там находился какой-то офис, нежилой дом. Поэтому, в общем-то, люди не пострадали. Есть видео, кстати. Но видео, вот почему-то оно с авторскими правами. Негодяи, которые пытаются заработать. Даже мы не пытаемся заработать, а вы. Ай-яй-яй. Нет, это реально ужасно. Авторские права – это ужасно. Серега, а почему учебники русского языка не должны... Сейчас, секунду, вы куда-то убегаете. Вот. Серега, а почему учебники русского языка не должны писать люди еврейской национальности, если дело исключительно в профессиональной компетенции? И вообще никаких вопросов. Во-первых, я... Как вам сказать? Я не могу сказать, что я не испытываю предвзятого отношения к евреям. Я испытываю предвзятые отношения к евреям. Говорю об этом совершенно открыто. Однако, я не антисемит в таком прям вот во всем виноватый еврей. Я совершенно не сторонник еврейских заговоров. Абсолютно. Железобетонно. Я прям... Меня вот аж выворачивать начинает, когда мне кто-то рассказывает про еврейские заговоры. Это прям не ко мне. Вот. Поэтому так висит. Авторские права тормозят процесс. Блин, надеюсь, что отвис. В общем, так или иначе, я не против, чтобы евреи писали учебники русского языка. Но, однако, когда у нас русский язык называют российским... Ну, я, в общем-то... Это очень такая серьезная тема, понимаете? То есть, почему по отношению к определенным нациям и народам действует толерантность? Толерантность. И я должен быть толерантен по отношению к евреям, по отношению к кавказцам, по отношению к таджикам. Однако, по отношению к русским никто толерантен не должен быть. Это как-то, на мой взгляд, странно. И существует огромное количество всевозможных организаций, которые защищают права евреев, которые защищают права таджиков, которые защищают права кавказцев. Существуют диаспоры, существуют национальные центры. Возникает вопрос по визде. Что ж такое? Сейчас, одну секундочку тогда, друзья, я прошу прощения. Это очень плохо. Сейчас мы все исправим. Пардон, я снова с вами. Сейчас, я надеюсь, у нас зависания прекратятся. Пропал звук, да, это нормально. Я его специально заключил. В общем, тема про евреев, это не ко мне. Давайте вот так. Неинтересно у меня разговаривать про евреев. Вот в Подмосковье в пятиэтажке взорвался газ. Опять взрывается газ. Опять газ, да, одним словом. В Казани 4 человека отравились угарным газом. Обратите внимание, везде страдают от газа 4 человека. В Саратове 4 человека, в Казани 4 человека. Сейчас в Чебоксарах были 4 человека, в Астрахани были 4 человека. Это только вот за последние там полторы недели то, что мне приходит в голову. Я не знаю, что это за сакральное такое, такое сакральное число. Но можно, наверное, связать с тем, что люди живут по 4 человека. Ну, я, кстати, не знаю. Вот статистически, если провести анализ, сколько людей живут одни, сколько людей живут как бы вдвоем, да, и сколько в четвером. Я думаю, в четвером будет меньше. В четвером как минимум площадь должна быть больше. В общем, это какая-то такая вот нумерология, да, определенная. Не, я никого не материл. Дима Игнатьев подошел, вы его сегодня увидите. Я просто попросил, чтобы отключились от Wi-Fi, который оттягивает, в общем-то, трафик. Более 350 человек эвакуировали при пожаре в столичном кадетском училище. И вот эта новость мне жутко не нравится. Вот мне вчера не нравилось и сегодня не нравится. Причем, я так понимаю, это президентское кадетское училище нацгвардии РФ. Почему мне не нравится эта новость? Не потому, что нужно сжигать кадетские училища нацгвардии. Ни в коем случае там люди живут, учатся, работают, да, тем более, если это дети, подростки, молодые люди. То, безусловно, нужно, в общем-то, проводить соответствующие меры. Опять горела площадь 20 квадратных метров. Вчера эвакуировали 250 человек из школы, там горело 20 квадратных метров. И сейчас на 20 квадратных метров 350 человек эвакуировали. Почему мне не нравится эта новость? Да что ж такое, опять мы висим. Плохо, плохо, что мы висим. Про евреев к Эдику, ну, наверное. А Эдик любит евреев, я не знаю. Или не любит, я, кстати, не в курсе. Я буду тормозить, я прошу прощения, кто смотрит нас в записи, у вас не будет вот этих прерывистых фрагментов. Я буду останавливаться тогда и не комментировать, потому что это может не попасть в эфир. То есть люди, кто смотрит в онлайне, не будут понимать, о чем вообще идет речь. Поэтому я беру паузу и жду, когда вы напишите, что все хорошо. Напишите, что все хорошо, пожалуйста. Приезжайте в Украину, у нас интернет быстрее. Блин, я бы с удовольствием приехал. В Украину я бы, наверное, вот, если бы меня спросили, куда вот в любую точку мира ты сейчас хочешь бесплатно поехать, я бы, наверное, в Украину. Вот Украина и Польша. Два места, куда бы я хотел в ближайшее время съездить. Но не съездишь, к сожалению. У Эдика, четвертый разряд по антисемитизму. Классно. Все хорошо, сейчас хорошо. Хорошо, хорошо, все хорошо. Ну, слава богу. Тогда возвращаемся. Более 350 человек эвакуировали при пожаре в столичном кадетском училище. Объясняю, почему мне не нравится эта новость. Вот представьте себе какого-нибудь молодого человека, который, ну, не знаю, там, моего телосложения, ну, кто не шутит на мои худобой, да, вот, человек такого телосложения рассказывает, как он избивает там огромных качков. Вот представьте, собралась группа людей, кто-то там пьет чай, и он говорит, вот я вчера такого качка избил, сегодня такого качка избил. Ну, вот, наверное, люди послушают, послушают, а потом кто-нибудь встает, даст ему леща и скажет, ну, что, избивай меня. А он, естественно, никого не избивал. Вот здесь мне выглядит, ситуация выглядит примерно так же. Вчера пожарные отчитались, мы спасли 250 детей. На самом деле там ничего не горело. Они приехали с огромным опозданием, там уже все потушили. Сейчас отчитывается, 350 человек эвакуировали в кадетском училище. Я не знаю, может быть, и там тоже эвакуировали через час, когда там уже все потушили, какие-нибудь там дворники и консьержи, да. Вот когда столкнутся с реальной ситуацией, когда реально где-то что-то загорит, загорится. И причем вот они таким образом провоцируют, понимаете. Вот, казалось бы, вы меня спросите, как можно провоцировать пожар, что за бред. Ну, вот, те, кто нас давно смотрят, они понимают, как можно провоцировать пожар. Поэтому я советую не заниматься пресс-службой МЧС. Не занимайтесь этим. Напишите, локализован пожар 20 квадратных метров, все. Не нужно там никого спасать, когда вы никого не спасали. Электричка в Подмосковье врезалась в мусоровоз. Вот я вчера вас попросил, запишите, говорю, да, вот кто не верит, говорю, запишите. Сказал, что будут продолжаться на железной дороге какие-то необычные случаи, в общем-то, чрезвычайные, да. То есть сбивают людей, каждый день сбивают людей. Сегодня опять, кстати, сбивали людей. И вот сегодня в мусоровоз въехала электричка. Вот говорят, каждый день там кого-то убивают, сбивают. Вчера сказал, что будут ЧП на железной дороге продолжаться. Сегодня вот такая ситуация. Каждый день возникает у меня вопрос, въезжает электричка в автомобиль. И уж тем более в мусоровоз. Сейчас покажу вам фотографию. Да, вот она. Жуткая фотография, конечно. Все могло закончиться очень трагично. Я так понимаю, электричка была, в общем-то, на рейсе. И в ней были люди, если ничего не путаю, по крайней мере, СМИ так сообщают. И в мусоровозе человек оставался. Но по счастливой случайности никто не пострадал. Это действительно очень хорошо. Большая радость без иронии. Потому что закончиться это могло все очень серьезно. Следовательно, начали проверку. Ну, посмотрим. Я думаю, что, как всегда, въехал мусоровоз на рельсы. Поднялись эти шлагбаумы без всяких предупреждений, как у нас это часто бывает. И если на легковой машине вы еще как-то можете развернуться, попытаться куда-то уехать, то на мусоровозе куда вы уедете? Серега, в следующий эфир один колорадскую майку. А у меня нет колорадской майки. Представляете, как обидно. У меня нет колорадской майки. В Ленобласти сотрудник РЖД найден повешенным в купе поезда. Тоже, может быть, не совсем стандартное ЧП, но тоже на железной дороге. Ну, вот я сначала подумал, что, может быть, это проводник в обычном поезде повесился. Но нет, это на станции в Волховском районе Ленобласти тело железнодорожника в ремонтном поезде. Ну, что-то приуныло, товарищ. Конечно, это не смешно, но тем не менее. Суициды, мы видим, будут продолжаться, к сожалению. Так, надеюсь, мы не висим. В Косбасе в ДТП с рейсовым автобусом погибли 4 человека. Опять 4 человека на автодороге Новосибирск-Иркутск 9 ноября. Ну, вот сегодня только стало об этом известно, потому что вчера вечером произошло это. В 21.30 по местному и в 17.30 по московскому времени. То есть за полчаса до нашего с вами эфира. Покажу вам фотографию. Продолжается вторая неделя, заканчивается вторая неделя, когда бьются автобусы. В немыслимом количестве гибнут люди, никому до этого дела нет. В очередной раз, вот, уже нечего, пардон, нечего комментировать. Вот опять, да, видим. Давайте обратим сразу внимание на что. Обращаем внимание на достаточно оживленный участок. Обращаем внимание на поворот. И обращаем внимание на состояние дороги. На дороге каша. Мы это видим. Она не убрана. Причем мы не знаем. Фотография сделана, видите, светло. То есть я так предполагаю, что фотография вообще может быть утром сделана. Я не исключаю такой вероятности, потому что в половину шестого вечера, я думаю, там темнее. То есть автомобили остались стоять до утра, и это нормально, когда гибнут люди. Следователи должны провести все замеры. На это требуется очень много времени. Поэтому я не знаю, какое состояние дороги было вечером. Я не удивлюсь, если оно было еще хуже. То есть никто не чистит дорогу водителям в очередной раз призываю. И вот сегодня у нас жуткий туман в Саратове. Завтра, значит, мы будем слышать опять про огромное количество аварий. Не удивлюсь, если опять с автобусами. Поэтому водители вот сегодня опять мне присылают видео из Саратова. Товарищ, причем присылает видео. Такой туман на трассе, да, он едет там почти 100 километров в час, а видимость 30 метров. Вот вы говорите, я материл Игнатьева. Я Игнатьева не материл, я вот этого товарища материл. Потому что, ну, я не знаю, о чем вообще думают люди. Но если вам за свою жизнь, как бы все равно, вы крутой водитель, да, вы там все знаете, вы всю жизнь ездите. На машинах до вопросов нет. Но вот есть люди другие, которые не хотят участвовать. В общем-то, не хотят с вами на тот свет. Поэтому будьте осторожны. Не надо вот этих понтов. И, в общем-то, управляйте с особой осторожностью, когда туман, когда снег. Вот элементарные вещи, говорю, вот кто об этом не знает. Нас смотрят взрослые люди, все об этом знают. Но почему-то раз за разом вот эти вещи, в общем-то, элементарные, они почему-то никем не берутся во внимание. Опять очень часто подвисает. Извините, не знаю, почему, с чем это сегодня связано. Вчера вроде все хорошо было, позавчера тоже. Вот пишут, отматывайте на 30-40 секунд назад и смотрите без задержек. Очень хороший совет, действительно так можно делать. Давайте поотвечаю на ваши вопросы. Кому не нравится зависание, я понимаю, всем не нравится зависание, сделайте на 30-40 секунд назад, открутите и задавайте вопросы в чате. Давайте прям буквально, не знаю, 10 минут поотвечаем на вопросы. И напоминаю, что в 20.00 у нас эфир США. Очень интересный, предвкушаю. Купи себе йотовский свисток, ВЕЗЧ. Тут не ловит йотовский свисток. Я думаю, тут нет понторезов, тут адекватные. Да знаете, люди разные бывают. Люди даже как бы спокойные в жизни, уравновешенные. Взрослые люди садятся за руль, зачем-то начинают себя так вести. Я никогда этого не понимал. Я за рулем всегда езжу, осторожно, кто со мной ездит, знает. Даже, может быть, иногда слишком осторожно езжу. Всегда я пропущу кого-то. Всегда там, я не знаю, на любом пешеходном переходе приторможу. Ночью, днем, неважно. Но я в основном на мотоцикле езжу, и у меня как бы право на ошибку-то не так много, как на машине. Вопросы давайте какие-нибудь, друзья. Башар Асад у нас улетает под бурные аплодисменты в бан. В 20.00 это вопрос, да. Почему не пью чай? Я пил чай, я его там спрятал. Спрятал. Татуировка, это красиво. За татуировку не надо мне ничего объяснять. Я понимаю, зачем это татуировка. Не ради красоты. В Владивостоке скорая помощь отказывается приезжать на вызове. Неудивительно, к сожалению. Будет ли Жуковский, я не знаю. Я договорился с Жуковским, он должен был приехать вчера. Я ему написал, ждать ли его. Все, больше он на связь не выходит. С чем это связано, не знаю. Серега, неужели у тебя рост 196 см? Да, у меня рост 196 см. Правда, я постоянно, когда измеряюсь, у меня почему-то то 195, то 196. Ну, если у вас устроит ответ 195, хорошо, можете думать так. Сергей Андреев. Здравствуй. Привет тебе. Просит научиться играть на рояле. Давайте после пятого одиннадцатого. С удовольствием. Что еще набито? Ничего не набито. У меня одна татуировка, я уже говорил. Скоро будет вторая. Будет ли эфир с Мироновым? Хороший вопрос. Давайте я на него отвечу завтра. Даешь эфир с Мироновым? Да с удовольствием. Вообще с удовольствием. Звонил Трамп, спрашивал, как будет по-русски. Откройте, пожалуйста, дверь в подъезд. Я почталью. Классно. Эфир со Шлозбергом. Не знаю. Неоднозначное отношение к Шлозбергу. Давайте, ладно, отвечу на вопрос. Так, что-то здесь. Да, шутки про подъезды. Это уже что-то не смешно. Третий день подряд. Сергей, я ответил на вопрос. Если произойдет революция, будет ли избавление от иностранного ига? Будут ли расторгнуты грабительские контракты на редкоземельные металлы? Ну, безусловно, и это один из пунктов нашей программы. Если вы с нашей программой знакомы, национализация природных ресурсов, безусловно. Поэтому, если мы говорим о иностранном ига, как о расхищении наших природных ресурсов, но в первую очередь это, наверное, не иностранное ига, да, то есть у нас газом занимается. Мы все знаем, кто нефтью занимается. Все знаем, кто Сечины, Миллеры, Ротенберги, всевозможными полезными ископаемыми, золотом, да всем чем угодно. У нас занимается шайка Путина. То, что они, в общем-то, зачастую продают те или иные месторождения просто потому, что у них рожа трескается. Ну, ты зайди, что-то. Рожа трескается, и ты пришел. Рожа трескается у них, поэтому они иногда продают за рубеж некоторые ресурсы. Да, согласен, но этого, конечно, быть не должно, поэтому смотрите нашу программу. Я имею в виду программу 5.11, в смысле печатную. Ну, и смотрите периферийное зрение, смотрите плохие новости, смотрите наши программы. Ты еще не говорил, что придумали название? Уже говорил, да. Придумайте название, дорогие друзья. Нам сегодня к эфиру в 20.00 ваши заявки, можно сказать, принимаются на электронную почту Арт-Зрение. И ВКонтакте можете писать. Еще раз напомню, что в 20.00 у нас будет эфир с США. Будем разговаривать, в общем-то, о выборах в Америке, о Дональде Трампе, ну и вообще будет интересно. Давайте на последние два вопроса отвечаем и закругляемся. О, программу нам сбросили в чат. Спасибо. Знаком ли я с курсом общественной безопасности? Знаком, читал, скептически отношусь. Многие вещи, о которых там говорят, это влажные мечты Путина, безусловно. И вообще идеологи по курсу общественной безопасности вызывают у меня сомнения, скажем так. А вы программу свою читали? Нет, конечно, у нас есть нанятые в США эксперты, которые ее написали. Мы, конечно, ни единого слова там не видели, не читали, сразу ее выложили. Надо сказать о том, что программа все-таки это не конституция, которую мы не решаем. Нет, нет, конечно, программа это такой, как скажем... Срез предложений. Да, срез предложений, даже, знаешь, наверное, не столько срез, сколько какой-то вот прекрасный отдалек, вот так вот скажем. Не в том плане, что мы не будем это исполнять, а в том плане, что это какая-то цель, к чему нам нужно идти. То есть, когда нам говорят, вот почему у вас есть вот это, там, почему у вас есть, там, я не знаю, доля в национальных богатствах, но нет там десятка пунктов, которые будут предшествовать этому. Ну, потому что это конечная цель, то, чего нам нужно достичь в итоге. То есть, к этому нам нужно идти, да, и это требует, там, еще десятка каких-то действий, да. Поэтому, если мы будем расписывать все эти десятки действий, ну, это, наверное, будет не очень, в общем-то, правильно, да, не очень продуктивно. Передайте привет Оренбургу. Привет Оренбургу. Не было ни разу в Оренбурге. Нет, вторая татуировка будет не знак солнца. Вы не угадали. Свасти канала был. Свасти канала был. Нет, Свасти канала будет у тебя, Дмитрий. Дмитрий фашист Игнатьев у нас появился. Расскажи, вот, Дмитрий, я не в курсе даже. Ты мне скажи, во сколько у тебя сегодня эфир с Хуторскими, я так понимаю? С Хуторскими у меня будет эфир, он такой, параллельно с каналом Расподготовка будет, в 21.00 на револьвере. В 21.00 на револьвере, ну, то есть, может кто-то посмотреть потом в записи, если кто-то хочет посмотреть Вячеслав Иславовича, может смотреть в прямом эфире, если вы являетесь фанатом Дмитрия Игнатьева, с удовольствием, без проблем, а потом посмотреть Вячеслав Иславовича, в общем, на револьвер, 21.00 или же в записи. Так, ну ладно, давайте тогда прощаться. Я шучу, можно в конце? Давай. В одной группе, где общаются такие сторонники Путина, нодовцы, там... Замечательная группа. Да, осуждалась такая тема, что... Только не говори, что ты будешь шутить про подъезды. У нас просто все эфиры шутят. Там интереснее, там, значит, тема такая, что Путин отдает Дальний Восток, Курил Китаю, ну, там, Курил Япония, а Дальний Восток Китаю. И вот один из модераторов этой группы пишет. Теперь смотрите, почему Путин отдает Восток Китаю. Сейчас, по предсказаниям Ванги, глобальное потепление. Вода затопит Китай. А их много. С целью выживания они пойдут на северо-восток вырезать людей. Чтобы и этого избежать, они наши союзники, мы им помогаем с сушей. И, по сути, мы ничего не теряем, так как китайские корпорации крупнейшие в мире. И Китай должны деньги США. Если сейчас Китай потребует весь долг, сразу же США разорится и распадется. Вот так вот. То есть он спасает не только российские, российскую нацию. Всех спасает, во всем мире. Но он спасает китайцев и спасает китайцев для того, чтобы они не запросили весь долг у США, чтобы США не разлонился. То есть еще и США спасает? Всех спасает. Круто. Это реально круто. Вот многоходовочка пишут. Вот мы сегодня даже обсуждали, что самые какие-то невероятно глупые люди, которые нам приходят в голову, вот совершенно клинические идиоты, они никогда в жизни до этого не додумались. То есть я серьезно, я вот посвятил бы какую-нибудь научную работу этому. То есть аналитический склад ума ватника, понимаешь? То есть это вот серьезный такой вопрос, научный вопрос. Потому что просто дурак, он так не может мыслить. Он, ну, у него не дойдет до этого. Вот ты мне скажи придумать вот такую теорию. Да я никогда в жизни не придумаю. То есть они получаются умнее меня, но, наверное, нет. То есть у них вот какой-то такой уникальный склад ума. Это я прям какой-нибудь феномен, феномен ватников. Вот прям, по-моему, хорошо звучит. Медицинский феномен ватников. Слушай, ну я лично общался с человеком, который мне сказал следующее. Почему мы так плохо живем? Ты никогда не знаешь. Почему? Потому что если сейчас у нас начнется рост экономики. Так. Это привезет к тому, что люди начнут хорошо жить. Логично. Да. При этом они начнут хорошо жить, и они станут подобные, ну, людям таким, как в европейских странах. А европейские страны, это что сейчас? Это сплошной гомосексуализм и наркомании? Ага. Это вот хронически спасает Путин Россию от гомосексуализма и наркомании. То есть, как бы, уровень жизни, он влияет на духовные скрепы. На духовные скрепы. Я понял. То есть мы променяли духовные... Не променяем духовные скрепы. Но мы это все помним. Не променяем, как там это, не променяем вкусную еду там на советское будущее. Или как там это было? На светлое будущее. На светлое будущее. Нет, но от Советского Союза же это же все... Не поменяем джинсы на светлое будущее. Да, да, это же все было. Это же мы уже все проходили. На этой позитивной ноте. Еще раз. Давай, давай. Все, не выгоним мы, Игнать Васильевич. Знаешь, почему джинсы в Советский Союз была договоренность между США и Россией, что они начнут поставлять нам джинсы? Знаешь, почему их не стали поставлять? Не знаю. Случилось страшное. Я, кстати, что-то слышал, поэтому давай. Первая партия джинс пришла для работников политбюро и лично Леонида Ильича Брежнева. Леонид Ильич одел эти джинсы и поехал в них на охоту. А на охоте ему натерло определенное место. И он сказал, что советский человек не может в это выходить, поэтому все контакты были разорваны. И пришло ждать 90-х. Круто. Это реально круто. Вот на этой позитивной ноте мы не ждем 90-х, а готовимся. Поэтому не к 90-м, готовимся к 5-му, 11-му, 17-му и как раз к тому светлому будущему. На этой позитивной ноте со всеми прощаюсь до 20.00. Еще раз напоминаю, что у нас будет эфир с США по скайпу в 21.00 Вячеслав Мальцев. Периферийное зрение по традиции в пятницу. Ну и в пятницу там тоже я одно объявление тогда сделаю. Большое спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До завтра.